Лучшие в стране Сергей Воронцов. Серёж, добрый день, маэстро. Очень рада приветствовать тебя у нас в студии. Спасибо огромное за то, что ты пришёл. Спасибо, что пригласили. Масса тем для общения. Но прежде я хочу сказать сразу нашим слушателям, которые, может быть, по уважительной причине нас слушают в автомобилях, а не смотрят в своих телевизорах, обязательно включайте, потому что Сергей сегодня пришёл не с пустыми руками. Здесь будет твориться магия, здесь будут происходить невероятные чудеса. В общем, наберитесь терпения. Серёж, ну и, конечно, наш самый главный, основной повод для встречи – это предстоящее невероятное иллюзионное магическое шоу «Сквозь невозможное». Все жители Москвы находятся в ожидании, в предвкушении гостя столицы. Также многие, кстати, по возможности ещё могут успеть и приехать в Москву для того, чтобы посетить это шоу. 27 октября. Крокус-сити-холл. Огромное количество в интернете есть уже информации о том, что ты никогда не повторяешься. И, конечно же, на этот раз собираешься вновь и вновь удивлять своих поклонников и любителей, скажем так, вот этого самого волшебства. Конечно, сразу же тебе слово предоставляют для того, чтобы ты рассказал нам о предстоящем событии. Да, это очень знаменательное событие. Это абсолютно новое шоу, мы готовили его очень долго. Название «Сквозь невозможное» выбрано нами не случайно, потому что, с одной стороны, мы долго и упорно шли к созданию этого зрелища. С другой стороны, номера, которые вы увидите в этой программе, кажутся абсолютно невозможными. Но мне и моей команде стало ясно, что ничего невозможного просто нет. И вы сможете в этом убедиться уже скоро, в эту субботу, 27 октября. Скажи, пожалуйста, было же шоу у тебя, я знаю, такое уже нашумевшее, можно сказать точно, в 2017 году, с которым ты успешно рестралировал практически по всему миру. То есть что-то будет повторяться, разумеется, да, и в этом шоу. Я взял самые лучшие номера, несколько, и добавил абсолютно новые. Я не так давно был в Лас-Вегасе, очень вдохновился этим всем, посмотрел самые лучшие шоу и почерпнул некоторые идеи. Вот, один из очень интересных номеров Дэвида Копперфилла я сегодня покажу вам в программе. Вот что касается, кстати, Дэвида Копперфилла, да понятно, что ты уже тоже рассказывал не раз, что он является одним из таких, наверное, образцов для тебя, да, иллюзионизма. Но многие тебя с ним сравнивают. Ты знаешь, в интернете пишут, что ты невероятно с ним похож. Но при этом всегда добавляют, что ты гораздо круче, потому что Дэвид якобы там позволяет на телевидении какие-то штучки, дрючки себе, с чего ты, какие-то зеркала и что-то еще, я не очень в этом разбираюсь. А ты же работаешь, ну, практически, да не практически, а вообще без всяких, как это правильно называется на вашем языке. Видеотрюков. Без видеотрюков, да. Да, я стараюсь без видеотрюков работать, но вообще Дэвид Копперфилл, конечно, огромный профессионал своего дела. Он, можно сказать, основоположник очень многого в этом жанре, он очень многое привнес. Он популяризировал этот жанр. Вспомню даже его знаменитое телевизионное шоу, которое транслировалось по всему миру. Да. Ну, и надо сказать, наверное, он ему вдохнул этому жанру новую жизнь, что ли, да, своего рода. Потому что с учетом телевидения, с учетом вообще современных интересов и так далее и тому подобное. Конечно, надо учитывать, насколько интересен вообще миру этот человек, что до сих пор идет его шоу в Лас-Вегасе по три выступления в день. Уже на протяжении огромного количества лет. Боже мой, вот это да, молодец, невероятный. Ну, скажи мне, пожалуйста, понятно, когда это было несколько веков назад, иллюзионисты производили вообще невероятное какое-то колоссальное впечатление на людей. Это были просто боги, наверное, и не меньше. Да, многие их сжигали на костре. Да, это тоже, к сожалению, было. На сегодняшний день, когда куча разоблачителей существует, и, я не знаю, но и просто техника шагает так, что каждый может и научиться чему-то и так далее, сложнее стала профессия иллюзиониста, да, наверное? Мне кажется, колоссально. И многие те иллюзионисты бы вообще не справились с этой задачей, которая на сегодняшний день у вас стоит. Безусловно, конечно, есть такая проблема, но у меня своя ниша, и, в общем-то, то, что я делаю, нереально повторить. Это очень сложно, к этому нужно очень долго идти, как я уже сказал в начале. Одно дело, когда человек занимается какими-то мелкими трюками, там, с картой и так далее, да, это можно, конечно, там, посмотреть ролики на ютюбе, какие-то обучающие, да, пойти на курсы, и, в принципе, там, если ты более-менее способный человек, там, через неделю-другую уже сможешь удивлять... Вот, у меня же это большое шоу с декорациями, спецэффектами, огромными номерами, с большим-большим количеством сменов костюмов, поэтому все не так просто. Скажи, пожалуйста, будут ли зрители каким-то образом участвовать? Может быть, ты будешь кого-то приглашать из зрительного зала? Да, очень много, да, интерактивных номеров, зрители могут проверить весь реквизит, попробовать. Скажи, пожалуйста, это настоящие люди или все-таки твои знакомые? Это люди абсолютно произвольные, потому что мы обычно кидаем мячик в зал, и тот, кто его ловит, собственно говоря, может... Ага, понятно, здесь непонятно даже, кому он попадет в руки, но это не опасное будет участие, то есть для жизни они представляют опасности подобное? Мы скоро узнаем, пусть будет интрига. Нет, люди просто могут побояться, поволноваться, отправляться им на это шоу или нет. Или безопасность Сергея Воронцов гарантирует все-таки. Есть ли некоторые ограничения возрастные? 12 плюс. Все-таки 12 плюс, да, детишки помладше могут испугаться? Да. А, ну ничего. Ну, есть повод стремиться скорее по взрослезе, все-таки отправиться на шоу Сергея Воронцова. 27 октября, друзья, Крокус Сити Холл сквозь невозможное. Я надеюсь, что билетов еще некоторое количество есть, поэтому вы узнавайте. Я думаю, в кассах Крокуса есть, да, где-то на сайте, где еще можно заказать билеты. В интернете просто набрать сквозь невозможное. Там огромное количество сайтов выпадает, можно заказать. Очень важная тема, которую я, конечно, никак не могу обойти стороной. Это шоу, к которому ты готовился долго. Вся команда твоя готовилась долго. И при этом ты не только готовился, ты еще и восстанавливался. После трагического какого-то события, случившегося 26 мая этого года, когда на Евровидении. Есть в интернете видео, мы не будем сегодня смотреть, потому что мы смотрели в прошлый раз, когда это было у нас. Это зрелище не для слабонервных. Ну, если у вас есть желание, найдите. С огромной высоты, сколько метров, кстати, информация в интернете уже разнится. 9,5 метров, потому что, когда мы вернулись на сцену, специально померили, какая высота 9,5 метров. Где-то пишут три. Я вот почему спрашиваю. Да, везде по-разному пишут. По-разному, да. Выступление было, и сложнейший трюк — смирительная рубашка. Освобождение смирительной рубашки, да, я от рубашки освободился, но там сломалось крепление, и я упал вниз головой вниз. Ну да, здесь важно очень четко подчеркивать, что это, конечно, была не твоя ошибка, это именно сбой механизма. Был он того самого, на котором ты держался, да. И здесь великое чудо, потому что упав ты, слава богу, сохранил остальные части тела, но повреждена нога. Несколько месяцев на костылях. Да, тяжелое восстановление. И, собственно, выход на сцену случился, первый после восстановления, практически только лишь два дня тому назад. Что это было за выступление? Расскажи нам, пусть хоть и уже постфактум, но тем не менее. Это было выступление в «Цирке чудес», большое шоу «Иллюзии». Вот, у нас два шоу подряд было. Ну, не так просто, конечно. Я старался, чтобы не видно было, что я хромаю еще пока что. Вот, я думаю, что это не очень заметно было. Во всяком случае, зрителей очень много, потом все аплодировали, да, все были очень рады, да, и все ждали этой даты. Мне постоянно писали, спрашивали, когда же, наконец, мы тебя можем увидеть, потому что уже есть небольшое количество людей, которые ходят вообще на все мои программы. И ездят по всем городам и странам за тобой. Ну, вот теперь важный момент. Как ты готовился к этому шоу? Ты говоришь, огромное количество работы проделано. Но при этом, когда нога в гипсе и иллюзионист на костылях, как можно при этом, я не знаю, отрабатывать там тот момент, когда ты выбираешься из смирительной рубашки, или там проходишь сквозь вентилятор, или бог знает что еще? Вы знаете, я несколько лет назад прочитал такую технологию, правда, она к спорту относится, да, что можно просто лежать, ничего не делать и представлять себе, как ты поднимаешь, значит, штанги и так далее. Да, и там какие-то ученые установили, что реально от этого есть эффект. Вот, примерно так. Ну, я тебе серьезно, конечно... То есть тренировки входили в голове, репетиции? Да, конечно, у нас наша работа заключается не только в репетициях, вот, а очень большой процесс. Там подборка музыки, написание сценария, подготовление реквизита, очень много включает в себя. Друзья, 27 октября нам обязательно нужно увидеть с вами шоу «Сквозь невозможное» в Крокус Сити Холле. Пока же у нас маленькая музыкальная пауза, обязательно оставайтесь с нами. 27 октября в Крокус Сити Холл, друзья, всемирно известный иллюзионист Сергей Воронцов представит телевизионное магическое шоу «Сквозь невозможное». Маэстро сегодня у нас в гостях, мы продолжаем с Сергеем разговор. И через некоторое время, обещаю, сначала мы посмотрим небольшое видео, где как раз некоторые магические и волшебные трюки будут в Сергее. Ну, а далее все живьем будет интересное происходить здесь у нас в студии, так что никуда не девайтесь. Сереж, член Российской Ассоциации иллюзионистов уже несколько лет. В общем, да, это достойно. Вы почти 20 лет, друзья, это уже заслуженный член Российской Ассоциации иллюзионистов, но я знаю, что не так давно ты еще одно звание получил. Расскажи. Да, вот знаменательное событие произошло не так давно, в марте этого года. Из Лос-Анджелеса прилетел президент Всемирной Ассоциации иллюзионистов Тони Хосини. Прилетел на мое шоу, чтобы посмотреть. И после этого принял в члены своей организации, а также наградил меня медалью Мерлина. Это вообще такая награда очень высокая в мире иллюзии и приравнивается, можно сказать, к Оскару. Да что ты! Где она хранится у тебя? Или ты носишь ее, может быть, или она там по тюбоку? Она у меня дома, конечно, не хранится. Нет, дома не носишь ты ее медаль эту? Нет. А кто еще в этой ассоциации? Это люди со всего мира иллюзионисты известные? Дэвид Копперфилд, Крис Энджелл, Зигфрид и Рой, Питер Марви, крупнейшие иллюзионисты мира. А сколько их, примерно, человек в этой ассоциации? Неизвестно. Ну, я не могу сказать, я не знаю. А вообще, сколько иллюзионистов в мире, ну, таких вот с именем, что называется, гастролирующих, тоже подсчет никто не ведет? Ну, я не знаю, вот, на ваш взгляд, сколько их, сколько вы знаете. Понятия не имею, я знаю только Дэвида и тебя, все. Ну, еще у Маяка, когда я помню, все, собственно говоря, я думаю, что достаточно. Сереж, ну, все началось тоже достаточно давно, в 7 лет. Вот, на эту предысторию расскажем, давай, вкратце пробежимся, потому что всегда я знаю нашим зрителям, слушателям, очень интересно, а с чего все началось, а как, или он уже родился сразу, и такой весь волшебный появился на свет. Ничего не предвещало, что называется. Да, может быть, династическая какая-то история. Нет, да, родители у тебя вовсе не иллюзионисты. Это было живьем, это было на Фрунзенской набережной, я помню, МДМ. Иллюзионист показывал номер с китайскими кольцами, которые сплошные стальные кольца, то соединялись, то рассоединялись. Ну, это был человек, как бы, совсем неизвестный, да, я так понимаю? Я даже не помню, кто это был, соответственно, я не мог запомнить просто, потому что 7 лет. Ну, сделаем заявление, кто выступал. Да, найдите, да. Да, потому что это очень важно. Да, да, да. И все, и с тех пор ты понял, что это твоя жизнь? С тех пор я понял, да, что мне очень хочется этим заниматься, мне хочется узнать, как это делается, научиться самому. Тогда это было очень сложно сделать. Если сейчас у нас у всех есть интернет, мы можем зайти на YouTube, найти секрет любого трюка практически, да, тогда это было невозможно сделать. Ну, выписывал журналы, книги редкие. Да, да, очень редкие книги продавались, я их искал, там все книжные магазины обходил, библиотеки, и что-то по крупицам собирал. У меня до сих пор эта подборка дома хранится. Может быть, когда-то я открою музей, вот, и там это все размещено. Слушай, это очень интересно, да. Понятно, что первые твои зрители и поклонники, это, конечно, близкие люди, прежде всего, да. Да, я делал домашние представления, делал даже сцену. Скажи, приходилось слышать такие слова, Сережа, ну, хватит, отстань, пожалуйста, мне некогда за нее смотреть вот это вот, пожалуйста. Нет, вот надо сказать... Показывай кошки. Надо, да, отдать должное своим родителям, которые меня в этом поддерживали, на самом деле. И никогда не говорили о том, что нет, Сережа, ну, я только что это заделал, одно увлечение, но именно... Нет, никогда не говорили, наоборот, поддерживали, даже в чем-то помогали. Это большую удачу, надо сказать, что это такие родители очень мудрые, любящие. Однако, потом было юридическое высшее образование, потом были курсы актерские в Гетисе, но актерские курсы, понятно, конечно, ульзианисту, который на сцене, это тоже колоссальная актерская работа. Ну, а юридическое образование тебе помогает на сегодняшний день? Ну, очень помогает. Я специально для этого и пошел на юрист, потому что, например, вот мы сейчас готовим шоу в Крокусе, и там очень много юридических вопросов возникает. А ты сразу говоришь, стоп, так не пойдет, а ну-ка, что это за пунктик, убираем. Да, поэтому очень полезное образование оказалось. Может быть, есть какое-то образование, которое ты еще планируешь получить, которое может оказаться полезным? Пока нет, пока такой график тесный, плотный, что прям вообще... В общем, достаточно того, что уже получилось, как образование. Успеем мы сейчас включить видео, скажите мне, пожалуйста, для того, чтобы посмотреть. Да, давайте тогда посмотрим. Сереж, попрошу тебя тогда комментировать нам, рассказывать, да, что мы будем видеть. Внимание на экраны. Так, это часть нашего театрального шоу. Где его можно посмотреть на сегодняшний день или уже нет? От 27-го числа вы сможете это увидеть. А, это как раз... Это небольшой отрывочек из шоу. Вот оно что, да. Номер гильотина. Номер гильотина. Боро, это очень страшно. О, вот сейчас. Это, кстати, Леонора. Леонора, это ассистентка, я вам расскажу, которая появится у нас здесь в студии очень скоро. Ангелина. Да. Ангелина будет. Да. Будет 27-го в кругу с этих... Но это практически целый театральный спектакль. Да. То есть, ты можешь сказать, что все шоу — это спектакль и единая история? Нет, у нас очень необычно сделано. У нас первая часть шоу, она эстрадная. Так. Вот, вторая часть, она театральная. Но, тем не менее, они очень тесно связаны. И потом, в конце, зрители уже понимают взаимосвязь между ними. Вот это интересно. То есть, это не просто даже фокусы один за другим, один за другим. И... Это номер называется «Летающий ящик». Абсолютно пустой ящик, который двигается, тем не менее. Ты в нем появишься в этом ящике потом, нет? Да, это интрига. Ну, понятно, глупо бы вопросы задавать, конечно, с моей стороны, но так интересно. Прекрасно. Прекрасно, хотя понимаю, что просто нужно отправиться 27 октября, по возможности, в Крокус Сити Холл. И тогда, не скажу, что вопросы убавятся, скорее, наоборот, их прибавится и станет просто в разы и разы и разы больше. Ну, ничего страшного, пригласите меня еще. Обязательно. Мы теперь вообще без тебя в своей жизни представляем. Сергей, ты откровенно всегда говоришь, что, когда ты ходишь на шоу своих коллег, ты смотришь их трюки различные и даже не пытаешься их разгадать абсолютно. Конечно, конечно. Потому что у меня некое уважение. В этом здорово. Я же тоже хочу удовольствие получить. Обманите меня, да, или нет? Удивите меня, скорее всего, правильно, да. Это же такое удовольствие. Но правда, что в твоих шоу 70% уникальных трюков? Конечно. Когда мы задумывали шоу, именно так мы и... Почему мы решились вообще делать шоу? Именно с тем условием, чтобы это было все именно уникально и как-то по-своему. Это очень важно, потому что дублировать то, что уже есть, это как-то неинтересно. Ну, опять-таки, на сегодняшний день, и ты сам об этом говорил, придумать что-то новое принципиально практически невозможно. Уже было все, наверное. Я согласен, да, в плане эффектов, потому что есть там появление, исчезновение, чтение мыслей, да. То есть это, ну, так сказать, эти эффекты уже не обойдешь никак, это понятно. Вот. Мы же меняем просто форму, опять же, делаем, вот, например, в театральном стиле это все, какие-то новые костюмы придумываем, облачение, какой-то подход к номеру меняем. Это очень интригующе. Вот это еще одна девочка у нас, Маша. Это Маша. А сколько всего прекрасных девушек ассистирует Сергея Воронцова? Четыре девушки. Четыре девушки. Есть ли шанс у кого-то еще попасть в команду? Из девочек, разумеется. Ну, пусть присылают мне заявки. Заявки, резюме, фотографии, тогда может быть, да. Но сначала нужно сходить 27 октября в Крокус-сити-холл и понять, а то, может быть, вы испугаетесь, скажете, зачем мне это надо, он меня там режет, пилит. Прерываемся ненадолго, оставайтесь обязательно с нами. Сергей Воронцов сегодня у нас в гостях, иллюзионист, и у нас здесь будет чудо. Будьте с нами. Лучшие в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ» Друзья, 27 октября в Крокус-сити-холле состоится иллюзионное магическое шоу «Сквозь невозможное». Иллюзионист Сергей Воронцов сегодня у нас в гостях, и прямо сейчас в прямом эфире телерадиоканала «Страна-ФМ» мы попросим Сергея показать нам какой-нибудь трюк, а может быть, даже не один. Сереж, я обращаюсь к тебе и сразу, конечно, спрашиваю, что это появилось в нашей студии, почему именно это, ну и слово тебе, пожалуйста. Ну, надо сказать, что позапрошлым летом я был в Лас-Вегасе на шоу Дэвида Копперфилда. Помимо всех номеров, меня удивил особенно один, он просто взорвал мой мозг. Это был номер с шариками. И я бы хотел сегодня показать этот номер. Ну, надо сказать, что я спросил у Дэвида, конечно же, разрешение. Разрешение на использование. Да, вот, мы с ним познакомились, и я когда спросил у него, Дэвид, могу ли я сделать номер, показывать в России, да, он мне сказал, ну, если ты только сможешь его повторить, конечно же. То есть при этом он не стал раскрывать тебе секреты? Нет, он не раскрыл секреты, нет. Ах, какой Дэвид! Так, ну ты подумал-подумал, и все понял. Да, и сегодня, вот, я надеюсь, да, сегодня будет премьера этого номера, я еще нигде его ни разу не показывал, ни для кого. Ну, расскажи, пожалуйста, как это за конструкция такая. Да, и так, смотри, у нас абсолютно прозрачный столик. Это абсолютно, да, какой-то пластик. Да, он просматривается со всех сторон. И вот такой вот стеклянный куб. Абсолютно, потрогай, пожалуйста. Постучать можно со всех сторон. Случим, все, все прозрачно, никаких, точно здесь нет никакого, ни двойного дна, ни ничего, абсолютно. Открывается крышечка. Да, 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 подтверждаю. Абсолютно так и есть, все прозрачно, все пластиковое. Отлично. Нам понадобится воздушный шарик. Для этого у нас потрясающий Леонор выходит к коллезионисту. Итак, обратите внимание, что это не просто шарик, да, в нем еще один шарик надут. Тоже можешь посмотреть. Да, в нем еще один шарик черный, в белом шарике. Доступа в шарик нет, все очень плотно завязано. Да, скажи, пожалуйста, мы можем как-то воздействовать на внутренний шарик? Проткнуть его можем? Проткнуть внутренний шарик? Да, чтобы не лопнул этот... Ой, если только силой мысли, я думаю, что мало кому, наверное... Хорошо, а возможно ли это сделать, если мы положим его сюда? Вы абсолютно прозрачный, пластиковый. Это сделаю я сама, правда? О, боже, впервые. Нет, я боюсь. Пожалуйста, помоги мне, да, потому что шарик достаточно объемный, плотный. Итак, ящик со всех сторон закрыт. Абсолютно точно. Еще раз мыслись, педисы, да? Да. Ты мне будешь помогать? Каким образом, скажи, пожалуйста? Вот так вот руки сделай. Так. Очень важно, что сосредоточится. Так. На внутреннем шарике. А-а-а! Браво! Доставай. Как ты это сделала? Скажи мне, пожалуйста. Он лопнул, друзья, абсолютно. Внешний шарик белый, нисколько не поврежден. Никакого воздействия не было и даже малейшего прикосновения вот к этому самому кубу. А шарик внутри, тот самый черненький, он, к сожалению, уже не шарик. Все. А остатки от него. Это сувенир, да? Можешь себе оставить. Разумеется, да. Спасибо. Это... Я не знаю, я не знаю, как это сделать. Я не знаю. Друзья, у нас короткая пауза, оставайтесь с нами. Я пока попробую, может быть, Сергей все-таки раскроет секрет. Хотя это, по-моему, чистая магия. Никакого секрета здесь не может быть. Программа продолжается, друзья, и сегодня в нашей студии Лизианит Сергей Воронцов показывает нам трюки. Один уже меня ввел просто в ступор, мягко сказать. Впереди еще просим Сергея еще продемонстрировать что-то. Но понятно, что в нашей студии здесь что-то очень-очень масштабное показать достаточно сложно. Поэтому лучше 27 октября нам с вами отправиться в Крокус-Сити-Холл на иллюзионно-магическое шоу «Сквозь невозможное». И там тогда уже посмотреть, как и пилят, как и связывают, и развязывают. Потому что, конечно, главное условие для прихода Сергея к нам в студию это было то, что ведущая ни в коем случае не должна пострадать при этом. Сереж, ну, тебе слово. Что мы сейчас посмотрим? Ну, что я хочу сказать. Что меня отличает от многих иллюзионистов? То, что я свой реквизит всегда даю на осмотр. А, пожалуйста, я. Отлично. То же самое и сейчас, да. И он абсолютно простой. То есть нет никаких специально подготовленных вещей. Баночка. Вот у меня, например, банка Кока-Колы, да? Полная. Или что-то там у нас какой-то популярный напиток один, да? Ну, какой-то популярный напиток. Это же не имеет значения какой. Можно смотреть, посмотреть. Он точно запечатан. А, трясти-то можно? Нельзя? Да, можно трясти, да. Да, абсолютно точно. Абсолютно. Даже нет никакой тут никто не пил ничего. Никакой лызной помады. Чем больше будем трясти его, тем более эффектно будет открываться. Тем лучше. То есть это не страшно. Так, хорошо. Что я вижу еще? Здесь два рубля. Настоящие. Абсолютно настоящие. Так, и маркер. Я бы хотел, чтобы ты расписалась на этой монете. Так. Ну, она очень маленькая. Это же может быть все что угодно. Можно поставить крестик, да? Ладно, хорошо. А мы поставим S. Угу. Отлично. Правильно, что я тебе показываю? Давай, да, подумаем. Это же не страшно? Угу. Чтобы высохло, я так понимаю, все это происходит. Давай я тебе покажем на камеру. Да, показываем на камеру. Удалось ли нам показать, крупный план взять? Отлично. Нам говорят, что зрители видят. Так. Теперь Сергей берет в руку... Ну что ж, банк у нас запечатан, да? Да, да. А сейчас все это выльется, нет? Я на всякий случай отойду, потому что... Монета исчезла. Небольшой удар был о баночку, и теперь монеты нет. Банка у нас по-прежнему запечатана. И ее нет, да. Банка по-прежнему запечатана. Нужно послушать просто. Она внутри. Монетка внутри, это слышно. Вместе. Открываем баночку с напитком. Естественно, та самая пенка, которая обычно в этом случае бывает. Если что там окажется... Внимание. Так, переливаем все это сейчас в емкость. Сейчас многие захотели пить, мне кажется, после этого. Но они точно, я знаю, не отойдут от телевизоров, потому что хочется дождаться финала. Ну, слышно, что она уже постукивает. Монета внутри. Это слышно абсолютно невооруженным слухом, что называется. Выливаем. Остались последние, последние, последние капельки. Что интересно, то что монета по размеру больше, чем горлышко этой банки. Это сто процентов, конечно. Знаете, у нас только один путь открыть. Так, какой? А, ножиком, конечно. Разрезать ножом. Конечно. Здесь я не помощник. Вскрываем теперь эту банку. Очень приятный звук. Так. И, внимание. Смотри внимательно. Вот он, тот момент. Я, наверное, да, конечно, из рук, а ничего не было никакого. И вот она. Между прочим, та самая двухрублевая монетка из той самой буквы, которой я, в общем-то, нанесла. Браво. Это восхитительно. Это восхитительно. Потому что я не могу представить, тем более, когда это все происходит с тобой просто на расстоянии даже 30 сантиметров. И вообразить вот это. Это твой трюк, Сереж? Или это где-то используется? Это уличная магия. Это уличная магия. Хорошо. Кстати, я тут недавно, вот вчера буквально сидел, что-то от нечего делать, придумал интересную такую штуку. У тебя есть наушники? Там от телефона, там от чего-нибудь? Не знаю. Такие проводные наушники. Посмотри, пожалуйста. У нас обычно здесь бывают, но, может быть, попросим кого-то, кто-нибудь, чтобы нам занес. А хотя мне говорят, что есть, да. Сейчас, одну секунду, прям. Абсолютно обыкновенные. У меня уже есть прищепка, не нужно. Нет. Чудеса, друзья. Видите, у нас здесь настроение. Или кто-то из моих... Да, есть наушники, конечно. Вот такие подошли. Конечно, есть наушники. Отлично. Есть у меня подозрение, кто-то из моих коллег тренируется здесь тоже, трюки выполняет. Понадобится твоя помощь. Так, я готова. Итак. Обыкновенные наушники. Это я вам могу сказать точно, друзья, наушники наши, поэтому они самые обыкновенные. Одеваю на палец. Хорошо видно, да? Видно. Видно? Хорошо. Скажите нам, пожалуйста, так, да. На средний палец. Не знаю, насколько это важно, но я должна рассказать, что именно происходит. Итак, а теперь, чтобы я ничего не смог сфокусничать, прижми, пожалуйста, сюда вот пальчик свой. Так, прижала. Все, я прижала. Теперь вообще все под моим контролем происходит. Так. Провод закрыт. Дергать. Дергает Сергей за провод. Мой палец по-прежнему на его пальце, а наушники в это время уже находятся в другой руке. Спасибо тебе огромное. Это просто потрясающе. Я под впечатлением глубоким, друзья. Друзья, 27 октября в Крокус Сити Холл сквозь невозможное новое иллюзионное шоу Сергея Воронцова. Обязательно приходите. У нас прям короткая пауза, после чего мы продолжим общаться с Сергеем. Это потрясающе, Сережа, правда. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ» ведущая Александра Хайрулина. И у меня в гостях сегодня, друзья, Сергей Воронцов, всемирно известный иллюзионист. 27 октября мы с вами отправляемся в Крокус Сити Холл, потому что Сергей представит телевизионное магическое шоу «Сквозь невозможное». Детишкам можно, если им чуть больше, намного больше, короче, не младше 12, самое главное. Но, впрочем, если вы рослый ребятенок, то, наверное, можно пройти. Никто там особо не будет сильно придираться. Сколько по времени длится шоу, Сергей? Два часа с антрактом. В общем, вполне себе нормальная такая история, которую можно себе выдержать. Я хотела спросить про костюмы, потому что это очень важная составляющая шоу. И мы видели на видео, конечно, у тебя это все невероятно красиво. И воздействие оказывается большое. Есть художник по костюмам или дизайнер специальный? Да, у меня есть художник по костюмам. Она отшивает нам костюмы все. А идея-то? Я задаю идею какую-то, я придумываю концепцию, как бы я хотел, чтобы это выглядело. Она меня очень хорошо понимает. Мы с ней много лет работаем, уже порядка, наверное, 15 даже лет. И поэтому у нас очень такая тесная связь, и она меня понимает с полуслова. Я так понимаю, что вся твоя команда тебя понимает с полуслова. И абсолютно все происходящее — это только твое представление, это только твое шоу. И все придумано тобой. Конечно, конечно. Каждая деталь, появляющаяся на сцене, это все исключительно придумано тобой. Фантастически. Я хочу еще вот что спросить. Если говорить про твои выступления по всему земному шару, на сегодняшний день какие есть площадки, которые, может быть, наиболее запомнились, или такие самые масштабные, массовые? Ну, одно из самых интересных выступлений, конечно, было на Евровидении в 2011 году в Дюссельдорфе. Это был огромный стадион, и было очень интересное ощущение нахождения на этом стадионе. Учитывая еще, что это прямой эфир, и весь мир сейчас смотрят. Да, да. И очень интересное ощущение было, когда весь этот стадион вот так вот, ах, такой вот это вот прокатывалось по всему стадиону, вот эта энергетика вся. Очень чувствовалось, я помню до сих пор. Да, до сих пор при воспоминании такие эмоции. Очень хорошо, я помню, да. Огромная энергия. Конечно, немножко жалко, что все-таки ты не за Россию выступала, а за Хорватию, но мне кажется, ты представлял иллюзионный жанр в данном случае. Конечно, конечно. Я считаю, искусство, оно границ не имеет вообще. Да, но российским, конечно, артистам надо обязательно тоже на это обратить внимание. Еще, не только Евровидении. Выступал в Париже, в ЮНЕСКО-холле. Это была дата по поводу, значит, полета Гагарина в космос. Я там делал целую большую постановку. У меня там актеры летали, там появлялись из дыма в стеклянных прозрачных ящиках. Там много интересных номеров было, эксклюзивных. Вот, потом... Лос-Анджелес, напомню тебе. Лос-Анджелес, конечно, да. Лос-Анджелес, да. В Лас-Вегасе, точнее. В Лас-Вегасе, да-да-да. Да. Тоже было очень интересное шоу. Я туда ездил. То есть, я стараюсь как можно большему числу показать свое искусство. Неважно, где, в какой точке мира они находятся. А как тебе кажется, российский зритель, российская публика, ее больше, чем за границей, вот именно, если говорить об иллюзионном жанре? Интерес... Ой, конечно, это самые-самые зрители благодарные, мне кажется, как раз маленькие детишки. На жанр не имеет ни границ, ни языковых барьеров, ни возраста. То есть, всем интересно. Я, конечно, хочу очень спросить про твоего давнего друга, про Александра Хирурга, главу клуба «Ночные волки». У тебя же там по-прежнему находится мастерская. Да, у меня там большая мастерская. Кстати, вот по этому поводу хочу сказать, что зимой, где-то с 3 января, стартуют в байк-центре «Елки». Это очень интересное такое шоу. Я должен сказать, что это не только для детей «Елки», как обычно принято, да, там Дед Мороз, Снегурочка. Это целый невероятный перформанс со спецэффектами. С техникой нереальной, абсолютно сделанной, тоже своими руками, кстати говоря. И я там буду тоже делать постановку. Ну, детям-то можно приходить? Да, конечно, можно и детям, и взрослым. Да, я хочу сказать, что обычно взрослые воспринимают, типа, ой, детские елки, что я там буду делать. На самом деле интересно всем. Все стоят с открытыми ртами, и это очень интересно. Я там буду делать постановку тоже, буду номера делать иллюзионные. Так что приходите с 2 января. Замечательно. Я думаю, конечно, праздничные дни, каникулы, как всегда, продолжительные. И это даже будет очень интересно. Что касается еще ближайших твоих выступлений, будет еще и 31-е? Да, будет 31-е число. Мы отмечаем Хэллоуин в цирке чудес. Шоу называется Дом призраков. Да, это тематическое шоу на Хэллоуин. Там будут всякие страшилки. И, кстати говоря, 6+. Так что... Да, туда можно и помоложе уже отправляться. Как ты думаешь, нужно ли зрителям приходить туда тоже подготовленными? Я имею в виду в плане костюма какого-то карнавального. Конечно, конечно. Там будет конкурс костюмов. И там будут дариться призы различные, там бесплатные билеты и прочее. Друзья, отличная возможность. Интересно провести время. Получить, как мне кажется, действительно колоссальные, удивительные эмоции, которые на долгие годы потом остаются. Но 27 октября я еще раз всех приглашу в Крокус Сити Холл на Элезионно-магическое шоу «Сквозь невозможное». Будет ли телесъемка? Для тех, кто, может быть, по уважительной причине не сможет посетить. Телесъемка, конечно же, будет с разных ракурсов. Там даже будет с воздуха съемка. Так что можно будет увидеть. Потом мы смонтируем фильм большой, и можно будет посмотреть. Отлично. Это тоже очень хорошо. Но мы же понимаем, что никакая запись, никакое видео не заменит восприятие живьем. Это, разумеется, это невозможно передать. Треш, но еще один вопрос. Я знаю даже лично некоторых детишек, которые увлекаются. Ну, пока фокусами, пока очень маленькими, пока очень... Есть ли тебе что сказать их родителям? Например, не надо детям идти в эту профессию. Или наоборот, не мешайте. Я считаю, надо всегда поощрять. Да, если даже человек не будет заниматься этим на будущее, то это как минимум... У него всегда будет кусок хлеба. ...моторику и рук разрабатывать. Поэтому, конечно же, надо поддерживать своих детей. Хорошее дело, интересное. Надо поддерживать своих детей. И для того, чтобы понять, заниматься этим или нет, нужно, конечно, выходить на шоу Сергея Воронцова. Сереж, ну и еще скажи, пожалуйста, в голове-то уже наверняка есть еще какие-то трюки, которые нужно воплотить? Идеи. Конечно, есть. Еще на целое шоу. Которые нужно разгадать. На целое шоу. Браво. Я искренне тебя благодарю. Мы аплодируем прям всей студии. Огромное спасибо за то, что ты сегодня принимал стюжу здесь трюки. Спасибо. За то, что ты пришел. Я искренне тебе желаю полнейшего выздоровления, восстановления. Ну и спасибо, что удивляешь и восхищаешь. 27 октября встречаемся в Крокус Светихо. Сергей, ну и тебя ждем тоже всегда. Браво, мэнтер. Спасибо. Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ.